Поликлиника номер один в Кустанай 16 января начала выдавать своим пациентам бесплатные медицинские препараты по рецептам. Их уже получили почти тысячу человек. В 2023-м эта медорганизация выдала 40 тысяч рецептурных препаратов 10 тысячам пациентов. С нового года, отмечают представители поликлиники, они внедрили новшество, которое помогает им контролировать выдачу таких лекарств. Винедрили новшество, сообщение, когда фармацевт, например, обеспечивает рецепт, то пациента спрашивают, на его номер телефона должен прийти код. И код он должен произнести фармацевту, и смс потом приходит пациенту. Но есть пациенты, у которых нет таких вот телефонов, или дома забыли телефон, но тогда там есть функция, что обеспечение бесплатного рецепта без смс. На обеспечение амбулаторными лекарствами в Кустанайской области в этом году выделено 14 миллиардов тенге. Это на 2 миллиарда больше, чем было в прошлом. Как отмечают в Управлении здравоохранения, сумма была увеличена в связи с тем, что в список бесплатных лекарств включены 29 новых медпрепаратов. При этом из гарантированного объема медицинской помощи исключены два диагноза, в рамках которых оказалась выдача бесплатных препаратов. Это артериальная гипертензия и аритмия. В этом году лекарственные средства для пациентов с артериальной гипертонией и аритмией перешли в пакет УСМС. Это значит, что люди, которые защищены законом о социальном медицинском страховании, для них ничего не поменяется. Они как получали, так и будут получать бесплатные лекарства. А граждане, которые подходят к категорию лиц, подлежащих обязательному социальному медицинскому страхованию, они должны быть застрахованы. Помимо этого, в рамках УСМС добавлены новые диагнозы и препараты. Это преддиабет и препарат метформин. А для беременных – срезу с конфликтом иммуноглобулин. Как отмечают в Управлении здравоохранения, уже сейчас в области отгружено лекарство на 600 миллионов тенге. 10 тысяч кустанайцев получили свои препараты, общая стоимость которых – 54 миллиона тенге. Хамза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.